Маленькая вставочка. Дело в том, что русский язык, конечно, вещь такая уникальная, уникальная по сравнению со многими языками, у которых нет спряжений, склонений, у которых синтексис жестко закреплен, там и прочие всякие вещи происходят. Например, такая фраза, да, инвиновый веритас, вот если любого латиниста спросить, вариантов перевода другого нет, да, известная фраза. А вот по-русски, когда она звучит «Истина в вине», иногда это вызывает определенную задумчивость, потому что русский язык так устроен и навевает какие-то ассоциации. Да, истина в вине, мы рады верить в это. Безумие стакан из пив, спешим в поэта. Об этой ли вине, твердил великий старец, там вовсе не вину, запутал нас лукавец. Мы путаем слова, меняем их местами, и вот уже вино, а не вина. И буки не сазами. Где истина, там рыщет сатана, творя свои искусы. А истина? А истина всему вина. Такие вот конфозы. То есть с русским языком... А вот это, на стихи Петра Вегина очень много песен написано, но на эти стихи не было написано, и просто мимо этого стихотворения как-то не получилось пройти. Совершенно случайно она превратилась в какие-то напелы. Не виноват, но чувствую вину. Когда рыдает кто-то по соседству, Чужое горе так берет за сердце, Что собственную в нем ищу вину. Что кровь сравнить с магнитной рудой, Коль я кажусь себе и прочим странным, Отвязанным, бродячим Себастьяном, Колюч отстрел виновности чужой. Во мне так много Ни моей вины, Что я своей уже не замечаю, И бессловесно в спину принимаю, Свистящую стрелу чужой вины. А по ночам в колодезных зрачках Всплывает образ масловой Катюши, И крик ее не виновата Душит меня и закипает на губах. Я голову в ладони уроню, Земля моя большая, Почему, Жена моя святая, Почему Не виноват, Но чувствую вину, Не виноват, кричу, Не виноват, А эхо отвечает, Виноват. И в желтом небе Шуравли трубят, Не виноват, Не виноват, Не виноват. Виноват. Спасибо.